Мишку мы не можем забрать от телятов. К одному залез, одних погладил, второго, третий. Давай, Мишка, сейчас она тебя съест. Они такие, как будто он у нас. Вроде, что он кормил ее хозяин. Такой телятник здесь. Здесь помещается сколько? Раз, два, восемь одиночных. Здесь можно по два, по три теленка. Он обычно таких постарше ставит, как те в этих отделениях. И здесь большое. Обычно здесь первые сутки он корова с теленком здесь, а потом первые сутки у него сидят они, а потом он корову забирает. Он ее отдельно сдавит сначала дарильным аппаратом и теленок сосет. Они такие малышки. Это, наверное, все девчонки. Бучков он продает в трехмесячном возрасте. Ой, в трехмесячном. Три недели. Три недели, три недели. Говорит, это просит. Такая она ручная. Вот эта высокая, если сравнить, это по длине. Длинная, высокая, а эта маленькая. Меньше ее. В трехнедельном возрасте и стоит это, по-моему, он говорил, показывал мне. Сто семьдесят, да, или сто восемьдесят евро. Сто семьдесят, по-моему, теленок. Это тоже мелкий какой-то. Вот так крупнее, да. Это длинная, хорошая такая. И вот хорошая. Но это, наверное, постарше. Пирочка. Хорошие телята такие. Красивые. Ну, галштины, конечно, они капризные. Что по маститам, у них частые маститы. Что по копытам. Ноги у них слабые, постоянно какие-то проблемы у них. Я вот как смотрю здесь, постоянно у них какие-то проблемы с ногами. Вот для пастбища они вообще не пойдут. Если они у него стоят дома и проблемы какие-то. Постоянные. На пастбище, наверное, вообще будет проблем. Пацаны решили подкормить немножко телок. С сенажом. Это сенаж. Знаете, это сенаж, Миша. Таких белых рулонов, знаешь, больших таких. Клеенки. Лежит на полях. Телки скоро пойдут, наверное, на пастбище. Скосит он траву. Там чуть-чуть подрастет новая и пойдут туда. Потому что в том же тесно. На следующий год уже, наверное, будут коровы. Это, наверное, осенью у них осеменит. Что ты там копаешься? Она пластинками берется. Так, смотри. Вот так вот. Ишь. Опа. Ах, шоу. Ах, шоу. Ах, шоу. Вот так вот корову. Вот так пластинками, вот так. Да. Вот, смотри, вот здесь. Видишь? Ну, Пав, ну дай китай, дай. Вот так раз. И кидается туда. Китай. Китай. Митя. А ну, тебе на туалете пойдут. Тау парня можно не комментировать, да, Миша? Песни поет тут. Я люблю. А шо ты делал? Пусть рисковает. А. Так, а это, конечно, работяга. А ну, шо тут еще? Тут еще вот. А вот еще уж одна бельгийская. Ну, это поменьше, с помесь бельгийской. Вот ее сразу видно, она покруглее. Хотя он их кормит не на откорм, а на коров. И я уже не увидел, у него есть одна корова, уже взрослая, такая помесь бельгийской. И он ее доит. Вот. И вот еще. Вот это мне нравится тоже. Такая упитанная, сразу ее видно. Спина широкая такая, не хребет не торчит, а широкий такой, как эта торчит, а эта хорошая. И то, это может старше даже, потому что она... Вот это может как эти две. возраст там. А это, я думаю, старше. Потому что я видел, когда она была поменьше, она сидела с подругой там своей, то она была намного ее больше. А это он посоединял их просто, чтобы места не занимали. Интересная такая бардашка. Бельгийская хороба. Бельгийская хороба. Бельгийская хороба. Бельгийская хороба.